МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни одна из районных и деревенских школ республики не будет расформирована. До недавнего времени словосочетание «малокомплектная сельская школа» звучало как приговор. Сейчас приоритеты поменялись. Теперь не важно, что за школьным окном – районный центр или село. Как пояснили в региональном Миноборнауке, новый закон об образовании, вступивший в силу в сентябре 2013-го, кардинально поменял отношения к образовательным организациям, где учатся всего 20-30 детей. Подробности в нашем материале. Хоккейный турнир для учеников школы села Емангаши и близлежащих деревень Горноморийского района – ежегодное и уже привычное дело. Хоккейную коробку, которой могут позавидовать даже городские дворы, смастерили и залили сами местные жители. На коньках здесь стоит практически каждый. Днем на льду проходят уроки физкультуры, вечером – массовые катания. Так в селе и живут. Все, что могут, делают и решают собственными силами. Тема нашего сегодняшнего урока – растительный организм как единое целое. Эта школа ничем не отличается от остальных. Одинаковые парты, интеллигентные учителя. Только классы – маленькие. К примеру, в этом кабинете грызут гранит науки всего 4 шестиклассника. В среднем в каждом классе здесь не больше 6-7 детишек. Всего в школе, рассчитанной на 200 человек, обучается 40 детей. И работают 12 учителей. Здесь идет фактически индивидуальное обучение. Каждому ребенку уделяется повышенное внимание педагогов. В результате неуспевающих просто нет. 70% детей – отличники и хорошисты. Если бы этой школы не было, я бы ходила на другой район, другую школу. Проблема именно сохранить, потому что народ сами требует, чтобы сохранили эту школу. Нынче 125 лет у нас будет, юбилей. Но, конечно, тут поддержка чувствуется. Родительском и те стараются поддерживать. У нас в школе есть специальный пришкольный участок. Это урожай. Все идет на удешевление питания. Наша съемочная группа убедилась. В этой небольшой сельской школе жизнь в прямом смысле кипит. В свободное от учебы время на дополнительных занятиях дети рисуют, поют и играют на гуслях. Из покон веков здесь, в Ямангарской стороне, были ансамбли гусляров. Многие играют на гуслях. И даже бабушки этих девочек сейчас, на данный момент, тоже они играли эти на гуслях. И они говорят просто «ты прям как я». Гордятся своими девочками, когда девочки приносят к ним инструменты. Я чувствую, что я являюсь музыкальным продолжением нашего рода. Еще пару лет назад чиновники были категоричны. Такие малокомплектные школы считали убыточными. Потому их расформировали, объединяясь с ресурсными центрами или с основной базовой школой. Теперь жители села Ямангаши, как и еще других 20 малокомплектных школ Мариел, могут вздохнуть с облегчением. Отношение к таким образовательным организациям кардинально поменялось. Появилось и четкое определение малокомплектной школы. К малокомплектной школе относятся, во-первых, школы, которые удалены от другой школы, где-то километров на 20, больше 20 километров, во-первых. Во-вторых, школы малокомплектной может быть в том случае, если к ней нет подъезда хорошего, того, который требует СанПИН. В таком случае и, естественно, количество учащихся. Изменение внес новый закон об образовании, вступивший в силу в сентябре 2013 года. Отныне малокомплектные школы будут работать как самостоятельные учебные организации. А средства на их содержание будут выделяться не по количеству учеников, как в обычных школах, а по нуждам. Малокомплектная школа теми отличается, что там в одном классе учатся разновозрастные ребята. То есть ребята первого класса, второго класса, третьего класса. И поэтому классы там смешанные. Вот в этом проблема малокомплектной школы. Второе. Поэтому мы финансируем их не по подушевому финансированию, не по подушевому принципу, как это делаем другим школам, а по смете. Сколько затрачиваем на все нужды малокомплектной школы, так мы и финансируем. Материально-техническая база всех образовательных организаций должна быть максимально современной, говорят в Миноборнауке России. Так в малокомплектных школах Мариел уже есть компьютерные классы, библиотеки с комплектами новых учебников, учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, необходимый спортинвентарь. Все это было приобретено в период с 2011 по 2013 года, благодаря реализации проекта по модернизации системы образования на республиканские и федеральные средства на общую сумму более 4 миллионов 200 тысяч рублей. В свою очередь, директор Ямангашской школы говорит, передовые сельхозпредприятия неотъемлемы от социальной инфраструктуры. Ни один специалист сегодня не поедет на село, если у его детей не будет возможности учиться в школе, заниматься спортом, получать качественные медицинские услуги. Школа на селе – гарант крепкого сельского хозяйства, где развиваются передовые технологии. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.